Бердские власти намерены помочь пострадавшим от аварии на коллекторе. Наша съемочная группа зафиксировала, как сегодня выглядит эпицентр чрезвычайной ситуации. Меры, принятые в рамках чрезвычайной ситуации в районе канализационного коллектора в нашем городе, начали приносить плоды. Стоки в целом локализованы в провале, работают не умолкая насосы, не давая нечистотам разлиться в частном секторе. К слову, бердские коммунальщики все же пошли на отключение воды, чтобы уменьшить нагрузку на коммуникации. Об этом рассказал директор МУП КБУ Владимир Воспанчук. Отключено горячее водоснабжение потребителям микрорайона Белокаменного и Ростольного для уменьшения объемов стока, для устранения аварийной ситуации. Тем не менее, жители частного сектора с опаской выходят из своих домов. Для них очевидно, что насосы, привезенные из Новосибирска, не будут здесь работать вечно. Глава города сегодня предложил бердским социальным службам задуматься о том, какую еще помощь можно оказать горожанам. Нужно сделать обход по подтопляемой, там, где было подтопление с точками воды. Нам нужно понять полную картину, так сказать, этих дворов, где происходило это подтопление. Отделу социальной защиты подключиться к решению этого вопроса, сделать транспортизацию. Для себя мы должны понимать. Есть жители частного сектора, которые просто в своем социальном положении рассчитывали на свои народы. В настоящее время в районе провала, кроме насосов, установлено ограждение. Чуть в стороне стоит машина МЧС. Это значит, что ситуация контролируется не только муниципальными властями. В провале находятся рабочие, самосвалы подвозят песок и раствор. Наша телекомпания следит за тем, как дальше будет развиваться ситуация.